Добрый день, уважаемые любители физической культуры и спорта, здорового образа жизни! С вами самая спортивная из региональных программ «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня с вами мы поговорим о фигурном катании, посетим мастер-класс Светланы Сульяновой, посмотрим, как готовится к футбольному сезону центральная арена «Стадион Труд» и вместе с Олимпийским патрулем прибудем в Майнский район. Но по традиции я спешу вам представить нашего гостя. Декан факультета физической культуры и реабилитации, мастер спорта СССР подзюдо и самбо, руководитель ульяновского клуба «Моржей» Владимир Владимирович Вальцев. Владимир Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Вы постоянно в движении, вы то на ковре, то в проруби, не побоюсь этого слова, из огня до в полымя, не устали еще от спорта? Ни в коем случае, мне даже времени не хватает свободного, люблю заниматься многими видами спорта. Это, понятно, борьба, плавание, бегаю, сейчас осваиваю хоккей с шайбой, очень нравится, особые эмоции испытываю. Вот сейчас в команде правительства, моя команда очень такая серьезная, вот, мне очень приятно хоккей с шайбой, ну и другие виды. Вы сторонник здорового образа жизни и часто выезжаете в наши районы. Какой крайний выезд, какой темой был у вас? Крайний выезд у нас был, я так вспоминаю, традиционный лыжный пробег, посвящен Дню защитника Отечества. Традиционно мы Корсунский и Сурский район с администрациями. Большая благодарность Владимиру Борисовичу Бару, Дмитрию Владимировичу Колгину, за то, что они проявляют внимание к такому серьезному мероприятию. Это лыжный пробег с офицерами, посвящен Дню защитника Отечества. Мы посещаем сельские школы, встречаемся, посещаем музеи. То есть это некий такой патриотический оттенок физкультурно-спортивный. Прекрасное мероприятие. Я спешу вас заверить, вы не одиноки в своих помыслах и деяниях, потому как Олимпийский совет Ульяновской области своим новым проектом также ездит по районам в поисках новых спортивных талантов, пропагандируя здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт. И об этом наш следующий сюжет. Олимпийский патруль набирает обороты. Стартовав две недели назад в Ульяновском районе, проект добрался до муниципального образования «Майнский район». Здесь спортивная общественность решила, что базовыми видами спорта будут легкая атлетика, лыжный спорт и дзюдо. Причем дзюдо не входит в состав местных дюрсов. Но популярность японского боевого искусства здесь просто зашкаливает. Заниматься с ребятами в Майну тренеры приезжают из Ульяновска за 70 километров. Местные жители собирают деньги, чтобы переоборудовать заброшенную типографию в спортивные залы. А местный предприниматель отдал свое торговое помещение под тренировки дзюдо. Местный предприниматель нам помог с залом. Дети ходят, занимаются три раза в неделю. Все довольны. У нас занимается около порядка 75 детей. Прибавляется со временем. Все равно люди смотрят. У нас есть в Инстаграм своя страничка. Мы выставляем наши тренировки. Выезды наши на соревнования, мастер-классы. То есть люди смотрят и интересуются. Ребята в Майнском районе растут талантливые. За какие-то полгода занятий Богдане Шапошниковой на днях удалось выиграть первенство в области. Было две схватки с двумя девочками. Ну, их было достаточно легко победить. А с чего начинается путь к победам в легкой атлетике? Мастер-класс в спортивном зале местной дюши, который для нее поистине является родным, провела уроженка Майны, мастер спорта России Наталья Перекова. Я считаю, что именно детский спорт должен начинаться именно с этого. То есть правильному обучению, исполнению упражнений. Потому что когда впоследствии детки уже более взрослые приходят к тренеру, приходится их переучивать, а это всегда намного сложнее, чем научить сначала. Вот. И я попыталась как бы объяснить вот те моменты, на которые нужно в первую очередь обращать внимание, что им очень поможет. А вам надо отпрыгивать. Видите, какое движение? Вы немножко отскакивайте от дорожечки. Не дорожку стучите, а отскакивайте. Вот такое у вас движение должно быть. Славные традиции местных легкоатлетов продолжают Леонид Морозов и Сергей Хватков. В этом году оба парня из Манского района стали чемпионами России в эстафете 4 по 800. Хватков живет и тренируется в Ульяновске, но в родном Ружумском ведет сексу легкой атлетики, где мечтает вырастить олимпийского чемпиона. А почему нет? Сельские ребята, они как бы приучены к этому, то есть они трудоспособные, они знают, к чему идут, и поэтому я считаю, что никаких проблем нет, главное – желание, и все получится. У руководства администрации Манского района тоже позитивный настрой. Спустя много лет возродили детский хоккей. Бит спорта, который в районе всегда пользовался большой популярностью. Тренерский состав в Манском районе – особая гордость. Виктор Минеев, тренера по легкой атлетике избрали председателя местного отделения Олимпийского совета. Чемпионов лыжников растит учитель физкультуры Выровской средней школы Владимир Романов. С тяжелоатлетами работает мастер спорта Советского Союза Владимир Афанасьев. Призера чемпионата России по фехтованию уже подготовил Алексей Протасов, отвечающий в районе за весь спорт. Чтобы взаимодействие и координация работы в спорте были не на словах, а на деле, по уже принятой традиции подписали трехсторонние соглашения между Минспортом, Олимпийским советом региона и администрацией Манского района, которая очень надеется на строительство у себя фока, пусть и без бассейна, и на поставку в район молодых тренерских кадров. Флаг Олимпийского совета, как эстафетную палочку Олимпийского патруля, передали Сурскому району. Ну что ж, дорогие друзья, а следующий наш сюжет о виде спорта, который только начинает набирать популярность в Ульяновской области о фигурном катании. Вопрос Владимиру Владимировичу. Вот у вас на факультете есть фигуристки или фигуристы, обучающиеся? К сожалению, пока нет. Это новый вид спорта для Ульяновской области. Но я думаю, что они будут. Я надеюсь, несомненно, что фигурное катание найдет себя в рамках популярных видов спорта. И сейчас об этом наш сюжет. В студенчестве она занималась лёгкой атлетикой и была ведущей спортсменкой родного технического университета. Но обеих старших дочек выпускница ЛГТУ Венера Махмудова отдала фигурное катание. А попутно фактически с нуля создала, а затем и возглавила областную федерацию фигурного катания. Теперь в регионе под крылом этой общественной организации действует несколько коммерческих секций, в которых занимаются около 50 ульянских девчонок. Как президент Федерации фигурного катания мне бы хотелось, чтобы мы ушли больше в государственную школу, чтобы этот спорт был доступным, массовым, чтобы большое количество детей могло заниматься этим видом спорта. Махмудова и её соратники не просто мечтают о господдержке. Чтобы привлечь внимание к своему виду спорта, они участвуют в различных акциях и мероприятиях. Например, недавно фигуристы стали частью регионального проекта «Урок физкультуры на льду». Я научилась работать не только с младшей группой, я поработала с более старшими девочками, которые уже более осознанно относятся к этому виду спорта. И также можно найти именно спортсменов, более взрослых, которые могут прийти на любительский уровень и выступать на соревнованиях. Вячеслав Клюев пришёл в фигурное катание из биатлона. Сменить лыжи и винтовку на коньки его вдохновили собственные дети, которые обожают каток. Полтора месяца назад Вячеслава утвердили на должность старшего тренера. Он координирует работу преподавательского состава и тренирует региональную сборную. Чтобы попасть в профессиональный спорт, маленьким фигуристам, помимо трудолюбия и ежедневных тренировок, необходимо обладать определенными качествами. А выходить на лёд можно уже с четырёх лет, констатирует Клюев. Дети должны быть достаточно сильные. Дети должны быть хорошо скоординированы и развивать свою координацию постоянно. То есть дети должны работать на скорости, на длиносливости. Ведь спорт очень серьёзный. Пока в Ульяновске фигурным катанием занимается порядка 50 спортсменов. 4 апреля им участвуют в межрегиональных соревнованиях с соседями из регионов по Волжье. Состязания пройдут в ФОК «Лидер» в Заволжье. Да, действительно, фигурное катание, особенно для девушек, это красиво. Но некоторые дамы выбирают совсем другие виды спорта. Да что ж, поделать, эмансипация. И вот здесь вопрос к нашему эксперту. Не побоюсь этого слова, к учёному мужу. Владимир Владимирович, по вашему мнению, занятия боксом девушкам вредят? Ну, я думаю, что они не вредят. Это вопрос личного выбора. Но, конечно, моё мнение, это не женский вид спорта бокса. Но мне очень приятно то, что наша студентка-выпускница Светлана Слуяна сегодня является кандидатом в Олимпийскую сборную. И мы за неё болеем, переживаем. Дай бог ей успеха в этом году. Ну что ж, спасибо за экспертный ответ. И мы переходим к нашему следующему сюжету. Левый, левый, правый. И выход. Левый, левый, правый. Выход. Молодцы. Этот мастер-класс в боксёрской школе проходит в рамках Года детского спорта в Ульяновской области, а также при поддержке фонда «Надежда». Несколько лет назад его основал Дим Таргатский наставник Айрат Богданов, тренер Светланы Слуяновой. Такие мастер-классы проводятся для того, чтобы как можно больше привлечь детей и подростков в секции, в частности, в секцию бокса в школу Олимпийского резерва. Вместе с Слуяновой в гости к юным боксёрам приехали её коллеги по сборной региона, участницы самых крупных всероссийских и международных стартов. Светлана Цурганова, Татьяна Константинова и Евгения Молочкова. Ещё вчера они давали мастер-класс в одной из димитровградских школ. И снова, как и накануне, на встрече с ними аншлаг. Светлана Цурганова констатирует, не одна, даже самая крутая ТВ-трансляция не заменит детям живого общения с чемпионками. Они на примере могут к нам подойти, поговорить, что хотят спросить, то есть увидеть своими глазами, что на самом деле вид не такой страшный, как о нём рассказывают, что у нас не сломанные носы, что мы абсолютно нормальные люди, у нас хорошо поставлена речь, мы все образованные, организованные, дисциплинированные. И что это не портит, а, как и любой другой вид спорта, украшает девушку. И этим нужно заниматься, это классно на самом деле. Мастер-класс длится около получаса, а в концовке традиционная автограф-сессия и нетривиальная церемония награждения. Несколько воспитанников школы из рук Светланы Слуяновой получают значки кандидатов в мастера спорта России. Для меня это большая гордость. Чувствуется преемственность поколений, всё-таки на меня старше, и очень приятно из рук старших товарищей получать вот такое дань уважения. Я не хочу на этом останавливаться, всё-таки хочется попробовать выполнить мастера спорта. Пожалуй, именно это и есть один из главных итогов подобных мастер-классов. Его участники намереваются покорять новые вершины. Павел Штукатуров бьётся за норматив мастера спорта страны, а Светлана Слуянова за высшую спортивную награду. До Олимпийских игр в Токио чуть больше 100 дней. Но скоро лето. Открытие футбольного сезона. Владимир Владимирович, как часто вы выступаете в роли играющего футболиста? Бывает, но не так часто. Мне больше нравятся немножко другие виды. Но в футбол тоже играем. И наш следующий сюжет о том, как готовится главная футбольная арена города Ульяновска. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной в сене к нам летит. У Ульяновске установилась ясная весенняя погода. А на стадионе Труд зашла зелёная трава. А всё потому, что уже 1 марта на главной спортивной арене региона включили подогрев. Стадион активно готовится к возобновлению чемпионата России по футболу. 9 апреля «Волга» проведёт свой первый домашний матч на стадионе Труд имени Льва Яшина. Так, рано на центральном стадионе Ульяновска футбольный сезон ещё не начинался. В 2019-м, чтобы сберечь новый газон, весеннюю часть чемпионата «Волга» начинала на искусственном поле заводского старта. На труде сыграли только в конце апреля. В 2020-м из-за пандемии весеннюю часть чемпионата отменили. И вот наступил 2021-й. Осадка зимой выпала предостаточно. В начале марта толщина снежного покрова на газоне составляла 70 сантиметров. Выручил подогрев. Все ранние игры без подогрева поля. То есть это нереально сделать. То есть подогрев в поле – это палочка-выручалочка, так сказать, чтобы начать ранний сезон. Подогрев довольно быстро растопил снег. И поле дважды причесали. Убрали умершую траву, как источник инфекции. Сейчас температура газона около 20 градусов. А значит, можно вносить в почву стимуляторы роста травы. Потом будут еще удобрения и снова вычесывания. Проблемными местами по традиции на футбольном поле являются вратарские зоны. Но и здесь грин-киперы стадиона знают, как поступить. Если они не отойдут к 9 числу, мы их просто вырежем. Врежем другие с другого места. У меня специально есть места, где мы спокойно. Есть механизм, который вырезается, вставится на место и все. На сегодняшний день вокруг зеленеющего газона пока еще барханы снега. Но они дальнейшей подготовке арены не помешают. Уже технологические проезды все пробиты. Сейчас, дай бог, солнышко будет. То есть они быстро отойдут. Ну, где они отойдут. У нас, так сказать, полный комплект всего оборудования, тракторов, механизации. Тут прям любое поле позавидует. То есть прям все у нас, так сказать, все в наличии, все есть, все у нас хватает. Ну, а футбольным болельщикам, конечно же, хватит терпения. До 9 апреля осталось всего две недели. Но перед тем, как дома сыграть с пермской звездой, команда Рината Аитова 4 апреля проведет гостевой поединок против Тюмени. Игра предстоит жарко, ведь обе команды находятся вверху турнира на таблице и их разделяют всего два очка. Что ж, на таком футбольном поле играть одно удовольствие. А самое истинное удовольствие болеет за свою любимую команду, тем более, когда она держит победу. Владимир Владимирович, ваши прогнозы на предстоящий сезон касательно нашей команды? Ну, мы всегда болеем за Волгу и желаем ей побед. Ну, вместе с тем, лето это такое время, когда мы можем заниматься многими массовыми видами спорта, потому что зима немножко ограничена. А лето, я приглашаю, мы вот будем проводить фестиваль, посуде из прошлого и будущего, он будет в конце июля. Поэтому я приглашаю уважаемые ульяновцы принять участие. Вы там познаете много нового, почему? Потому что это комплексный фестиваль, это не просто туристик спортивный, это познание истории, культуры родного края. Он пройдет в течение четырех дней, поэтому я вас приглашаю. Ну что ж, на этом мы лаконично завершаем выпуск нашей программы. А какими событиями будет отмечена следующая неделя, вы узнаете из очередных выпусков самой спортивной программы региона. Реальный спорт Ульяновск. Реальный спорт Ульяновск.